СПЛЕСТИ КРАСИЛЫЙ ВЕНОК Их нужно постараться, и у Бобруйска получилось. Здесь прошел 11-й международный фестиваль «Венок дружбы». Цветы в него вплетались самые разные, от фольклорных коллективов до современных молодежных групп. Получился прекрасный подарок ко дню рождения Бобруйска. Бобруйску исполнилось 626 лет. 31 коллектив из 16 стран мира. Многие на фестивале «Венок дружбы» впервые. Посмотрите, какое прекрасное настроение у гостей фестиваля. Место действия – площадь Ленина, города Бобруйска. Гости фестиваля улыбаются приветствующим их бобруйчанам и все же показывают, на что способны. Настроение хорошее, души – открытые. Фестиваль набирает силу и вот уже в торжественном шествии рядом с традиционными странными участницами – новички. Казахстан, Бельгия, Черногория, Грузия, Израиль. Сегодня все гости уже знают друг друга. Ведь торжественное открытие фестиваля состоялось накануне. На трибунах Бобруйск-арены яблоку негде было упасть. Бобруйчане ждали фестиваль. Все сошлись во мнении – такой интересной программы у Винка Дружбы еще не было. Учли самые разные вкусы – джаз-оркестр, фольклорные группы, ансамбли. Каждый человек по-своему своеобразен, да? Сколько людей говорят, столько мнений, сколько людей, столько поведений, сколько народов, столько самобытных культур. И надо уважать их всех. Почему? Потому что любая культура, даже самого маленького народа, она требует в себе уважения. И эти традиции этого народа надо поддерживать. Гости все как один не жалели добрых слов и таланта для Беларуси. Вы впервые на фестивале? Да, мы впервые, да. А ваши впечатления от фестиваля? Да, это фестиваль. Прекрасно, им очень понравилось. Замечательные люди, и они заинтересованы во всем, что делают. Очень интересно. Очень, очень, очень добрые, мы очень рады. И видим, что народное мистецство, народную культуру любят не только в Закарпатии, а любят в всем свете, напевно. От слов фестивальный народ перешел к делу. Это французы, настраиваются на выступления. Между прочим, рассказали, что у себя во Франции венки плетут из эдельвейсов. А, уже, они будут танцевать, прежде всего, с большой любовью. И мы будем пытаться сделать максимум для вашей страны. Французы сдержали слово. А этого заводного парня публика даже вызывала на бит. Фестиваль называется «Винок дружбы». Вы здесь сколько? Два дня? День? Ну, третий день. Третий день. Нашли вы себе новых друзей? Ну, да, нашли. Мы очень тесно общались на первом вечере. Особенно с грузинами общались. А почему вы такой грустный? Вы устали? Ну, конечно, усталость всегда присутствует. Репетиции, поездки. Не влияет ли усталость на настроение, когда вы выйдете на сцену? Да нет, не влияет. Когда мы входим на сцену, у нас, можно сказать, адреналин поднимается. А ведь и правда, вы только посмотрите. А тем временем на улочках Бобруйска кипела жизнь. Работала выставка-ярмарка «Город мастеров». Народ гулял, любопытствовал, покупал сувениры на память. Радовался фестивалю. Много людей, можно много чего посмотреть. Особенно вот эти всевозможные подделки. Кого-то встретить. Очень хорошо. Молодцы. Кто-то придумал это. Просто большое-большое спасибо. Я уже не первый раз участвую в этом фестивале. Очень радостно видеть город. Убранный, красивый. Лица радостные, веселые. Удивили гости фестиваля. Например, вот эта красота создана украинским мастером Натальей Статива. Называется «Петриковская роспись». Наталья в Беларуси впервые. «Очень нравится. Во-первых, очень хорошие люди. Очень приятные, очень вежливые». «А товар хорошо идет, раскупают эту красоту?» «Раскупают, да». Тут же Наталья проводила мастер-класс. Делилась мастерством с бобручанами. Наши местные мастера не отставали. Предлагали гостям всевозможную сувенирную красоту по-бобруски. Скажите, а бобры у вас есть? Были, но гости всех уже разобрали. И все-таки, что ни говори, в бобруски праздник без бобра не праздник. С радостью, с большой радостью всех встречаем и всем мы рады. Все возможное мы сделали, чтобы праздник был красивый, нарядный и веселый. На улицах города нами было замечено еще несколько бобров. И симпатичных, и вкусных. «Все старались попробовать, из чего он сделан. Поэтому следы прикосновений и попознавений остались на нем». Чтобы все-таки уберечь бобра, гостям предложили каравай. «Мы встречаемся с хлебом, солью, караваем. Хочу, чтобы у наших белорусов на столе всегда был смачный каравай. И караваю все было». А к караваю 30-метровый рулет. «Винок дружбы». Не только караваем встречали гостей Бобруського фестиваля «Винок дружбы». Но и вот таким батоном, и вот таким кирпичиком. Все внушительно, как и сам фестиваль. А еще по улицам Бобруська разгуливал батон. Приглашал всех желающих на фестиваль еды. «Подходи, раскупай! На крае отпускаем!» «Кар, плень. Очень вкусно. Я уже сам попробовал. Очень нормально. И самое главное, все деньги, которые мы… Вот я отворил здесь, сделал в уху, пойдут нашим детишкам. Благотворительная акция, которая не первый раз делается в нашем городе, в День города». Чего здесь только не было. Как вам кресло из мяса? Или вот такой большой сэндвич? Неподалеку развернулись национальные кухни. Каждый мог попробовать что-то вкусненькое. «Украина угощается своим национальным блюдом, украинским салом. Наш, белорусы, угощают своим украинским салом». Отличается чем-то украинское сало от белорусского? «Конечно же нет. Оно просто вкуснее и лучше». Богатый стол накрыли азербайджанцы. Блюдо фестиваля «Долма». Своеобразные голубцы из виноградных листьев и баранины. «Вот винов дружим сегодня в Белоруссии. Я вам скажу, что есть такие богатые страны, что таких праздников у них не бывает». «Если мы сохраняем свою идентичность, в том числе и культурную идентичность, в этом и есть вот эта точка притяжения всех остальных гостей, которые приезжают к нам сюда, в том, что мы неповторимы, в том, что мы своеобразны. И в том, что в нашей душе есть какая-то загадка, тайна, которая и тянет, и манит сюда». А нас притягивает фестиваль на площадках, где продолжается праздничный концерт. Интересно, что знали гости об обруске до того, как сюда приехали? Что подсказал им интернет? «Я увидел фотографию танка». «Он увидел картинку танка». «И на YouTube я увидел фильм из ночного клуба». «Найт клуб?» «Да, танцовый клуб». «И на YouTube был также ролик из ночного клуба». «Но я не нашел очень много информации». «Но он нашел совсем мало информации». «Только в Википедии». «Ну, теперь он будет рассказывать всем об обруйских у себя». «Но меня больше всего балуют, понравились ли вам наши бобруйские мужчины». Но, честно говоря, самыми горячими мужчинами праздника стали венесуэльцы. «Тебе нравится Беларусь?» «Да, очень красивая страна». «И за что?» «И за что?» «Воспитализм для людей, и за свою культуру». «Тепло, радушность, белорусская культура, а также гостеприимство людей белорусских». «Сопросите, получилось ли у меня хотя бы немного танцевать на венесуэльский Ванер». «Ела intentала bailar как венесуэльна, но…» «Саллил или нет?» «Да, саллил, да, саллил». «Да, саллил, да, саллил». «Да, саллил!» «Да, саллил, да, саллил». «И вива Беларусь!» «И вива Венесуэля!» «И вива Беларусь!» «Я всегда живу, как у меня, как у меня, как у меня, «Саллил» С истиной, что самые прочные мосты дружбы возводятся через культурное сотрудничество, не поспоришь. Разъедутся гости фестиваля, а о них еще долго будут вспоминать с теплотой. Пусть многие из них и знают по-нашему всего-то два слова. Здравствуй, белорус! Но все равно хочется дружбы, чтобы была между странами. Она истает. В любом, да. Мы вот с ними вся, все разговариваем, конечно, очень интересно. Вот так весело, фестивально встретил Бобруськ свое 626-летие. И услышал много добрых слов не только от гостей Венка Дружбы, но и от своих родных жителей. Родному городу желаем процветания, любви всех людей, чтобы все люди заботились о своем любимом городе и жили счастливо и долго. А супругу слово дадите? Конечно. Я желаю городу, чтобы он процветал, так же рос в размерах, рос в высшеме, в населении, процветал, все было замечательно, хорошо. А насчет населения вы поможете? Обязательно. Само собой. Фестиваль обошелся недешево. Венок Дружбы потянул на 100 тысяч евро. Но он того стоит, считали те, кто пришел на праздник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!